Игровой подкаст «Утро понедельника». Выпуск номер 20. История фирмы Эникс. Часть третья. Что же касается Накамуры, то ему после соревнования пришлось вернуться в школу. Однако внутри него уже горела новая мечта. Он знал, что скоро переедет в Токио, чтобы поступить в колледж, и он с нетерпением ждал своего шанса основать собственную игровую компанию после переезда. Он уже доказал, что умеет придумывать игры, в которые хотят играть люди. И теперь он хотел основать собственную компанию, как Намка. Так что прошло совсем немного времени с момента поступления в Токийский университет электрокоммуникаций, а Накамура с парочкой друзей уже вовсю делал игры у себя в квартире. В университетской библиотеке Накамура искал книги о том, как основать свою компанию. В то время японский закон требовал, чтобы заявку на основание компании подавали 7 человек. И вот когда Накамуре исполнилось 19 лет, он собрал еще шестерых своих друзей и зарегистрировал компанию Чун Софт. Приставка Nintendo Famicom была выпущена в 1983 году. И волна прошла по всей игровой индустрии, задев в том числе карьеру Накамуры и Хории. Игровая рубрика в журнале Weekly Sonnen Jump, которую Хории продолжал писать в качестве фрилансера, пока работал над своей трилогией детективов, была перепроферирована под новую, более дешевую приставку от Nintendo. Так началась рубрика Famicom Sinken, где публиковались новости, читы и подсказки к играм на Famicom. И это была одна из первых рубрик, где регулярно обозревались игры на Famicom. И она была хитом. Famicom также открыла новые двери для Накамуры и его компании Чун Софт. Эникс, что вполне естественно стремилась воспользоваться возможностями, которые открывал новый рынок. И она вытащила из-за кромов своих программистов, чтобы они портировали уже существующие игры на новую домашнюю консоль. Возможно, Эникс обращалась к нескольким командам. Например, к компании Katsura Morita Random House, которая после игры Morita no Battlefield выпустила на PC-88 Shoot'em Up Alphas. Однако в конечном итоге на предложение отозвался Накамура. У Famicom имелся эффективный и быстрый механизм построения графики и стайлов, благодаря чему приставка очень легко справлялась с экшен-играми. Когда Накамура увидел игру Donkey Kong, качество которой было сопоставимо с аркадными автоматами, он лишился дара речи. Ему захотелось выяснить, чего он может добиться с этой консолью, и он пребывал в полной уверенности, что ему для этого хватит умения. ChuneSoft занялась этой задачей, и первый проект этой команды разрабатывался в перерывах между занятиями в колледже. Задачей разработчиков было разобраться в железе Famicom и портировать игру DoorDore. Этот проект доказал Tidia и Эникс, что ChuneSoft является надежной командой. DoorDore на Famicom также оказалась успешной, и поэтому следующим вопросом, разумеется, было «А что дальше?». И пока часть команды ChuneSoft работала над портом на Famicom, остальные программисты разработали новую игру на компьютер — Newton. Так что Накамура, разумеется, считал, что следующим их проектом будет порт Newton на Famicom. Однако Tidia рассудил, что есть более продуктивный подход. В конце концов, было решено всё-таки сделать порт компьютерной игры на Famicom. Но не игры ChuneSoft. Вместо этого у Эникс имелись планы на другую, более зрелую игру — адвенчеру, которую недавно сделал другой их программист. После релиза игры «Каруидзава Юукай Анай», Юдзи также обсудил с Tidia, о чём должна быть его следующая игра. Поскольку Юдзи ворвался в мир адвенчур, он купил себе компьютер Apple II, чтобы поиграть в Wizardry и Ultima. В Японии эти игры произвели фурор. Коллеги Юдзи из журнала Sion and Jump, включая Тарисиму, тоже в них играли. А один из друзей Юдзи даже основал клуб поклонников Wizardry. Так что Хори сказал Tidia, что ему было бы интересно сделать похожую игру — RPG для компьютера. Во многом подобно тому, как текстовые квесты вдохновили его сделать Портопию, новое увлечение RPG создавало у Хории желание развить свои сочинительские навыки в новом направлении. Однако Тидо считал, что такой проект потребует слишком много работы, и попросил Хории для начала заняться чем-нибудь другим. Таким образом, Юдзи Хории впервые появился на пороге Чун Софт, которая уже переехала из квартиры Накамуры в арендованный офис. Чтобы объединить усилия с Накамурой и его командой в работе над портом игры Portopia Serial Murder Case на Famicom. Этот проект должен был заложить для компании новые основы, которые привели бы ее к будущему успеху. В маленьком офисе Чун Софт Хории обрел детеномышленников. Накамура со своими друзьями из Чун Софт тоже не на шутку увлекся в Wizardry. Хории привел довод в сторону игры Ultima. У Wizardry нет сюжета, а у Ultima есть... Сотрудники Чун Софт горячо возразили, но ведь Wizardry более интересная. И Хории не мог этого отрицать. Противоречивость Wizardry и для него самого была предметом серьезных размышлений. Им нравилось устраивать такие маленькие дебаты. Уже скоро Хории и Накамура решили, что их следующая игра точно будет RPG. Но сначала следовало закончить портопию для Famicom. Хории был рад представить жанр квестов в новой аудитории. Однако для команды имелось несколько занимательных трудностей. Версия игры на PC-6001 управлялась через парксер текста. Игрок вводил команды с клавиатуры. Игра их разбирала и реагировала соответствующим образом. А поскольку у Famicom клавиатуры не было, а имелись лишь крестовина до две кнопки, то парксер текста сюда явно не вписывался. Более того, Famicom управлял графикой совсем иначе, нежели компьютеры. Портопию нужно было не просто портировать, но вообще переделать с нуля. В первую очередь следовало заменить парксер текста на систему меню. Хории уже использовал меню в своих более поздних квестах, и этот принцип хорошо подходил к управлению на Famicom. Решить проблему с командами было важно. Подобно текстовым квестам, RPG той эпохи также целиком полагались на компьютерную клавиатуру. Исключением не были также и Wizardry, Ultima, Rogue, а также ранее японские RPG вроде The Black Onyx. Чтобы атаковать, надо было жать кнопку A, чтобы бежать – кнопку R, а чтобы открыть инвентарь – кнопку I и так далее. И поскольку ChuneSoft была одной из первых компаний, которой пришлось переносить игры для компьютеров на Famicom, ей пришлось волей-неволей искать способы сделать игры более доступными. И этот подход неизбежно отразится в будущей работе этой компании. Продолжение слушайте в следующем подкасте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok